Локальная сеть из проводной в беспроводную Здравствуйте дорогие зрители сегодня с вами канал EsetNote и в этом видео мы рассмотрим как создать локальную сеть между компьютером и ноутбуком при этом мы будем создавать локальную сеть из проводной в беспроводную то есть наш ноутбук по беспроводной технологии Wi-Fi подключен а наш компьютер подключен по проводной технологии сетевую по сетевому кабелю LAN мы попробуем расшарить сетевые папки создать сетевую папку как на компьютере так и на ноутбуке и попробуем сделать так чтобы на компьютере и на ноутбуке локальная сеть работала большинство людей есть Отдельный ноутбук, который подключен по Wi-Fi И компьютер, стационарный компьютер, где подключен по проводу И вам нужно организовать домашнюю локальную сеть Чтобы подключать как компьютер, так и ноутбук Чтобы не переключаться с помощью флешек Вы можете перекидывать по домашней локальной сети ваши файлы Это ведь очень-очень удобно Давайте приступим к его настройке Подключим наш сетевой кабель к нашему компьютеру Одну сторону подключили, локальную сеть кабеля Вторую сторону кабеля подключаем к нашему роутеру С обратной стороны Теперь проверим ноутбук На ноутбуке у нас должно быть подключение по Wi-Fi сети Наша Wi-Fi сеть работает Подключение выполнено по Wi-Fi сети и проблем не должно быть У нас подключение выполнено по локальной сети, по кабелю Давайте перейдем в центр управления сетями и общим доступом Здесь наша локальная сеть Видим здесь сеть, интернет Изменение параметров адаптера Видим нашу сеть, вот подключение по локальной сети IP адреса автоматически выдаются Давайте перейдем в IPv4 Получать IP адрес автоматический Уже выставлено Теперь возвращаемся назад Изменить дополнительные параметры общего доступа Здесь у нас есть вкладка Это домашний или рабочий Также общий Общий есть Давайте откроем домашний или рабочий Текущий профиль Здесь включаем сетевое обнаружение Включить общий доступ к файлам и принтерам Здесь далее Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать На него галочку Далее Использовать 128-битное шифрование Отключить общий доступ с парольной защитой Если ваша учетная запись под паролью, то, скорее всего, будет запрашивать пароль Но мы выключаем пароль, потому что у нас домашняя локальная сеть Но если вы за безопасностью, то лучше включите пароль на защиту Пароль, если вы знаете все Мы ее отключаем Разрешить Windows управлять Он подключением Домашняя группа рекомендуется Все верно Теперь сохраняем это изменение Откроем компьютер Здесь переходим в сеть И наша локальная сеть Общая сеть Для того, чтобы расшаривать папки Нам нужно добавить сетевую папку Как видим, пока он еще не нашел Компьютер Локальный диск C пусть будет Здесь создадим папку Назовем его любым именем Пусть это будет просто, допустим, файлы Это отдельная папка От правой клавиши Свойства Доступ Общий доступ Здесь включаем все Добавляем всех пользователей Добавить Чечение и запись Чтобы могли и читать, и записывать в эту папку Готово Теперь переходим Расширенные настройки Разрешение И здесь у нас все галочки Стоят полный доступ Изменения и чечение Где пользователи все Теперь ОК Безопасность Переходим Безопасность Изменить Видим, что все пользователи у нас Галочки выставлены Значит все верно Теперь закрываем эту папку В эту папку давайте скопируем Какие-либо документы Документ Word Текстовый документ И так далее Допустим Архив WinRar И так далее В этой папке у нас наши общие ресурсы Две сети У нас Asrock.pk И Admin.pk Admin.pk Это наш ноутбук А Asrock.pk Это наш данный компьютер Откроем Asrock.pk И мы открыли доступ к папке К папке файла Только что Мы из своего компьютера Имеем доступ к нашему ресурсу Теперь После того как мы открыли доступ Мы можем Открыть мой компьютер Свойства И посмотреть Желательно бы не использовать Тире И русские буквы Ну Чтоб проблем не было в сети Потому что бывает что По локальной сети Не видят русские имена Такое случается Лучше чем Короче имя И никаких Чтоб символов не было Тогда без проблем Будет по локальной сети Входить Здесь у нас Рабочая группа Workgroup Запоминаем рабочую группу И запоминаем наше имя ПК Давайте Сразу же изменим Изменить И назовем его Просто не Asrock.pk А просто Asrock Окей Чтобы изменить Вступили в силу Нужно перезагрузить Компьютер Но немножко позже Мы перезагрузим Закрываем это окошко Перезагрузить позже Вы можете Доступ открыть Как к папке Так и К жесткому диску Полностью Допустим Мой жесткий диск Вот допустим Western Digital Под буквой E Правой клавишей Свойства Доступ Здесь у нас нет общего доступа Расширенные настройки Открыть общий доступ к этой папке В итоге не к папке Мы к целому жесткому диску Доступ открываем Здесь полный доступ Все Все правильно И применить ОК В итоге мы открыли доступ Безопасность Переходим Изменить Здесь все галочки выставлены Теперь дополнительно Здесь мы можем Наследовать Какие-либо пути Чтобы Внутри все папки Точно так же Полный доступ Имели Изменить разрешение Можем И здесь Наследование сделать Можем Заменить все разрешения Дочернего объекта На разрешение Наследуемое Этого объекта То есть Эту галочку выставляете Если вдруг Каким-либо папкам Будет ограничение стоять Теперь мы видим Что под этим жестким диском Стоят Вот два человечка Допустим Крупные значки Выставлю Даже не крупные А огромные значки Видим Вот такие вот Человечки Два человечка Значит Общий доступ К этой папке Мы К этому К этому жесткому диску Полностью Открыли Вот эта папка Внутри Наши файлы Теперь Здесь у нас Подключение по Wi-Fi Видим нашу Wi-Fi сеть Подключенную И давайте Будем настраивать Доступ К этому Удаленному ноутбуку Откроем Правые клавиши Центр управления сетями И общим доступом Посмотрим Давайте Изменение параметров Адаптера Беспроводная сеть Свойства И видим 192.168.0.10 Адрес выдает 192.168.0.1 Шлюз по умолчанию Значит Они оба Находятся в одной Подсети Но при этом Ноутбук подключен По Wi-Fi Сети Это очень даже хорошо Теперь Изменить Дополнительные параметры Общего доступа И здесь у нас Профиль стоит Домашний или рабочий Текущий профиль стоит Это у нас есть Как домашний или рабочий Так же и общий профиль Есть Давайте откроем Домашний или рабочий Здесь включаем сетевое обнаружение Включить общий доступ К файлам и принтерам Обязательно включайте Этот пункт Включить общий доступ Чтобы сетевые пользователи Могли читать и записывать Галочку Включаем Использую 128-бит На шифровании Все верно И отключаем общий доступ С парольной защитой Чтобы паролей не было В домашней локальной сети Дальше у нас Разрешить Windows Управлять подключением Оставляем как есть Сохраняем изменения Теперь вот наша Wi-Fi сеть Называется Sustim Так называется наша Wi-Fi сеть Если мы посмотрим То это наша сеть И подключение к интернету Компьютер Локальный диск C Создадим здесь папку Создать папку Можем назвать его любым именем Пусть это будет допустим Офис Любое имя Можете даже игры назвать папку Теперь правые клавиши Свойства Здесь доступ Общий доступ И добавляем всех пользователей Чтобы могли читать и записывать Чечение и запись Общий доступ Общий доступ открыт Готово Теперь закрываем это окошко Хотя нет Подождите Расширенные настройки Перейдем Разрешение И смотрим Полный доступ у нас выставлен Теперь переходим в безопасность Здесь смотрим Изменить И видим все галочки выставлены Значит все верно Если какие-то проблемы То можем особое разрешение Параметра выставить В вкладке дополнительно Для этого Наследие выполнить К этой папке Это если нужно будет Теперь наша папка Создана Можем в эту папку Создать какие-либо документы Архив WinRAR Создать документ Microsoft Word И так далее Теперь Точечный рисунок Допустим Правой клавишей Свойства этого компьютера Видим что Наше имя пользователя Admin Давайте Переименуем Изменить И у нас имя пользователя Admin После перезагрузки Это имя будет Присвоено То есть у нас было Admin-PK Что неверно Лучше переименовать его И посмотрим рабочую группу Рабочая группа Называется Workgroup Давайте к этому компьютеру Правой клавиши Свойства нажмем И проверим Одинаковая ли Рабочая группа Это обязательно Если у вас будут Разные рабочие группы То в итоге Локальная сеть Вы по локальной сети Друг к другу Подключиться будет сложнее Потому что Они будут в разной В разной рабочей группе И в сети Не будет отображаться Имя пользователя Вот мы видим Что одинаковые Рабочие группы Если вдруг У вас Вам нужно прекратить Общий доступ К данной папке Допустим Папке офис То вам нужно Проделать следующее Открываем Правой клавишей Мой компьютер Управление Выбираете Общие папки Общие ресурсы И здесь видим Вот наша папка Офис Она находится Как доступен Если мы Правой клавишей На него нажмем Прекратить Общий доступ И в итоге Мы закрываем Общий доступ К этой папке В наших общих ресурсах Закрылась Эта папка Она находится В компьютере Конечно Но при этом Не в локальной сети То есть мы его Доступ Не открыли По сети Также повторно Можем Открыть Общий доступ Видим Чтение Запись Выбираем Наши данные Общий доступ В итоге Заново Мы открываем Общий доступ Видим Сетевой путь Его уже И расширенные Настройки Также Проверяем Чтобы все У нас Было выставлено И в безопасности Посмотрим Теперь После всего Этого Проделанного Действия Нам нужно Перезагрузить Наш Ноутбук А также Перезагрузить Наш компьютер Чтобы изменения Вступили в силу Чтобы имя Пользователя Сменилось Как на ноутбуке Так и на компьютере На ноутбуке Мы выключили А теперь Выключим Давайте И на нашем Компьютере Чтобы после Перезагрузки Наше имя Было Заменено На новое После перезагрузки Давайте проверим Наше имя сети Правой клавишей Компьютер Свойства И видим Что наше имя Уже называется Осрок Рабочую группу Workgroup А теперь Давайте Перейдем К нашему ноутбуку Вот наш ноутбук Тоже Перезагрузили Правой клавишей Свойства Видим Что имя Учетной записи Называется Admin Теперь Давайте Попробуем Подключиться С нашего Компьютера На наш ноутбук То есть По проводной Технологии Если У вас По сети Не видят Имена Удаленного Компьютера Попробуйте Также проверить Ваш Брэндмаур Возможно Брэндмаур Виндоус Блокирует Система Безопасность Брэндмаур Виндоус Управление Теми параметра Осуществляется Приложением Поставщика Asset Internet Security У меня Установлен Тогда Если у вас Вдруг Брэндмаур Выставлен Попробуйте Отключить Ваш Брэндмаур Виндоус Файервол Встроенный Виндоус И проверить Возможно Он блокирует Также Проверьте Ваш Антивирус Иногда Антивирус Блокирует Встроенный Файервол Антивируса Просто удалите Вашу Сетевую Карту Реалтек Правой клавиши Удалить И также Удалять Пакет Драйверов Вы удаляете Драйвер Сетевой Карты Скачиваете С официального Сайта Свежий Драйвер Сетевой Карты И повторно Устанавливаете Тогда возможно Сеть Начнет Функционировать Компьютер Выбираем Сеть И ждем Пока В сети Отобразятся Наши Компьютеры Видим Вот у нас Происходит Как раз Обновление Которое Находится В одной Рабочей Группе Здесь Сетевая Инфраструктура У нас Netgear Наш Роутер Выступает Теперь Видим Два Компьютера У нас Это Наш Сейчас Который Компьютер Подключен Админ И Асрок Сразу Появился Наш Ноутбук Админ Это Удаленный Ноутбук И Также Наш Компьютер Данный Компьютер Давайте Сначала Перейдем К себе Открывается Здесь Файлы Локального Диска С Файлы Которые Мы Открыли Доступ Теперь Подключимся К удаленному Ноутбуку Открываем Админ И Сразу Доступ Получаем Без проблем То есть Как будто Мы Расшариваем Папки Данного Компьютера Но Это Не так Мы Подключились К удаленному Ноутбуку Вот Папка Офис Открываем Папку Офис И Видим Наши документы Открываем Мы можем создать Документ Какой-либо Допустим Папку Можем создать Можем создать Документ Документ Журнала Или еще Какие-либо Документы И Видите Что Здесь Никаких Ограничений Нет Мы дали На чтение И запись Можем даже Переименовывать Хранить Здесь Какие-либо Документы И Домашние Локальные Сети Если у вас Дома Несколько Пользователей Вы можете Обмениваться Обмениваться Документами Доступ К нашему Ноутбуку Как видите Уже Теперь Давайте Попробуем С ноутбука Подключиться К данному Компьютеру Переходим К нашему Ноутбуку Открываем Сеть Это уже На ноутбуке И сейчас У нас Будет Обновление Сети Сразу же Он определил Наш Удаленный Компьютер Называется Как Асрок Вот Попробуем Подключиться И сразу же Мы подключаемся Без проблем То есть Ничего Не блокирует Ни антивирус Не встроенный Firewall Все работает Прекрасно Хотя И на ноутбуке Антивирус Установлен Касперский И так же На компьютере Установлен антивирус AssetNode Теперь Здесь Выбираем Буква Е И сразу же Я получаю Доступ К папкам Полностью К жесткому диску Я получаю Доступ Если бы У меня Здесь еще Какие-то Фильмы Находятся Значит Я могу Даже Воспроизвести Фильмы По Локальной Сети Вот у нас Теперь Файлы Отдельная Папка Видим файлы И сразу же Я получаю Доступ К удаленному Компьютеру Создать Текстовый Документ Еще раз Создать Папку И так далее Если я открою На своем Компьютере Этот самый Ресурс Локальный Диск Ц Папку Файлы Я вижу Что Удаленный Пользователь Создал Три папки Это Новый Текстовый Документ Новая Папка И так далее Видите Я здесь Допустим Создам Какой-либо Портфель Допустим И сразу же Здесь появляется Портфель На моем Компьютере То есть На компьютере То есть В одной Подсети Вы можете Вполне себе Гулять По Папкам Компьютера Не Не прибегая К этому Компьютеру Вы просто Можете По локальной Сети Передавать Файлы Это Очень удобно Если Вдруг Нету Какого-либо Доступа К удаленному Компьютеру Здесь Допустим Вы открыли Компьютер Но в итоге Учетная Запись Как админ Не отображается То вы можете Здесь Сверху В строке Вести Допустим Вот такие Вот команды Как Два слэша И админ На английском языке У меня Админ Вот у меня Имя админ И просто Кликаю И в итоге Таким образом Я получаю доступ Здесь прописывайте Обязательно Полностью прописывайте Админ И вы получаете Доступ Доступ К удаленному Ноутбуку Если вдруг Не отображается Здесь Клавишу Вин Р В итоге Пункт Выполнить И здесь Также можете Набрать Как админ И нажать Enter Также вы получаете Доступ К удаленному Ноутбуку Можете На рабочем Столе Создать Допустим Ярлык Здесь Указывайте Расположение Объекта Как два Слэша И админ Прописывайте Далее Видите Имя Ярлыка Пусть будет Админ Готово И у нас Появился Сетевой Ресурс Который Находится Как ярлык На этом Компьютере Расположение Здесь у нас Сеть Просто Два Разокликаете И вы Получаете Доступ К ноутбуку При этом Ноутбук Удаленно У вас Находится И вы Можете Не прибегая К сети Просто На рабочем Столе Создать Ярлык И запускать Запускать Файлы Удаленного Ноутбука И с ноутбука Точно так же Проделать Вы можете На своем Ноутбуке По проводной Сети К вашему Компьютеру Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...